Итак, включаем воображение. Как будто мне 7 лет, это несложно, и я на детском утреннике. Пришла посылка из Китая. Отчасти я сейчас растаю, ведь это свежий в самом деле геймбол в чехле от укулели. Если вам вдруг показалось, что Zhiyun Smooth Q чем-то визуально похож на DJ Osmo Mobile, то вам не показалось. И в конце выпуска я скажу, в чем основные отличия. А сейчас непосредственно о Zhiyun. Первое, что бросается, это ценник, который составляет 150 зеленых. А потом берешь его в руки и понимаешь, почему. Пластик. Он даже трещит в руках. Не знаю, то ли это пластик такой хлюпкий, то ли я переборщил с походами в спортзал. Зато ценник хороший. Да. Этот геймбол может стать настоящей находкой для хипстеров-нищебродов, которые любят все пестренькое. Потому что он поставляется в четырех основных расцветках. Это черный-серый для настоящих мужиков, серебристый и розово-золотой для девочек Барби, наверное. Ну или для каких-то странных мальчиков. В настройке нет ничего сложного. Нужно просто откалибровать одну ось и сам зажим так, чтобы смартфон обрел состояние безразличия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, если у вас большой смартфон, то могут возникнуть нюансы. Смотрите, он цепляет винт. Смартфон можно приподнять, но тогда он заваливается. Хотя и в таком состоянии все работает адекватно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снизу на рукоятке гнездо 1,4 дюйма и аккумулятор несъемный. По заверению производителя, его должно хватать на 12 часов работы. Мне хватило на 9. Также на ручке есть вход USB, от которого можно питать смартфон, как от пауэрбанка. Правда, в моем случае это не прокатит. Как и с любым другим крупным смартфоном. Но есть альтернатива для тех, кто извращенец и любит вертикальные видео. Вы просто поворачиваете задние крепления на 90 градусов, снова ставите смартфон, балансируете его и снимаете в портретной ориентации. Ра! Ужас! И будет вам счастье с подключением дополнительной гарнитуры. Я сказал счастье? Эммм, вам послышалось. Габаритные гаджеты будут также цеплять дно. Я уже молчу об использовании микрофонов или зарядного кабеля. Но вы можете опять же забить на балансировку и приподнять камеру и запустить геймбол. Он будет работать. В компании утверждают, что моторы на этом геймболе очень мощные. И они смогут работать с самыми крупными смартфонами, причем в сочетании с дополнительными элементами. Такими как дополнительные линзы, софтбоксы, дополнительный свет, микрофончики. Что там еще можно навесить? Давайте проверим. Ну что, смотрим. Так, в принципе пока работает. Ну, с легкой насадкой все нормально. Наденем потяжелее. Ой-ой-ой-ой, упала. Оп, ожила. Ой-ой-ой-ой, упала. Оп, ожила. Это я еще телевик не навесил. Упала. Кстати, заряжается стедик вот от этого порта microUSB. Ну, здесь ничего удивительного на самом деле. Через стандартное приложение Zhiyun можно спокойно управлять некоторыми настройками камеры. А именно, зум, переключение между режимами фото и видео, переключение между основной и фронтальной камерами. Начать запись или сделать снимок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, слежение за объектом. Как же без этого? Кстати, ничуть не хуже, чем в DJI Osmo Mobile. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Производители заверили нас, что 31 марта, то есть сегодня, выходит полноценное приложение Zhiyun Play App, в котором много интересных опций. Давайте же его оценим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице сегодня отличная погода, как я люблю. Есть повод выбраться и посмотреть на обновленное приложение для Zhiyun Q. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сказав, что здесь много нового, производители слукавили. Элементы управления такие же, как и в старой версии. Спуск затвора, переключение между камерами, фото, видео и зум остались неизменными. В приложении доработали интерфейс. Первое, что появилось из нового, это фильтры. И они явно создавались под влиянием психотропных веществ. Добавить нечего, они все ужасны. Или так себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обновили джойстик управления. Если вам вдруг нужно управлять гимбалом с другого смартфона. И упростили меню настройок моторов с возможностью сохранения собственных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стандартно мы можем выбирать частоту кадров. Правда, либо 30, либо 60. Хотелось бы 25 и 50 тоже в комплекте иметь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна новинка – это режим панорамы. Камера сама делает повороты, снимки на стедике и склеивает их. Только поставьте ровно, иначе выйдет так же восхитительно криво, как у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдельно похвалю режим слежения. Он стал еще более цепкий и держится даже если вы развернетесь или далеко уйдете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается стабилизации, то я бы дал оценку 7 из 10. Бегая на песке с записью видео через родное приложение, мне картинка не очень понравилась. Но побегав на асфальте без смягчения шага, ситуация выглядела получше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу сказать следующее. Геймбол не творит чудес, и все так или иначе упирается в ваши твердые руки или ноги. Хотите плавное видео – идите плавно. Хотите стабильные картинки на скорости – прицепите на велосипед или что-то аналогичное. В общем, смотрите и делайте выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и обещал в начале выпуска, я назову основные отличия этого геймбола от DJ Osmo Mobile, на которые он очень похож. Ну, во-первых, рукоятка не такая удобная, аккумулятор несъемный, это минус. Зато он очень дешевый, очень дешевый, но пластиковый. Коннект с приложением у него гораздо лучше и быстрее. В DJ Osmo Mobile я, честно говоря, просто все проклял. И режим слежения у них, ну, как по мне, одинаковый. Поэтому, если у вас нету денежек или мало, и вам не принципиально иметь какое-то брендовое устройство, то оно вполне подойдет. В принципе, свои задачи оно выполняет как надо. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайк или дизлайк, комментировать, нажимать вот на этот колокольчик снизу, который вас будет предупреждать о выходе новых видео. Конечно же, подписывайтесь на канал, показывайте его своим друзьям. Чем больше у нас подписчиков, тем легче нам добывать новый эксклюзивный материал на обзор. Ну и, конечно же, до встречи в следующих выпусках. Пока! Пум! Включаем. Долгое нажатие. Опа! Работает! Крутяк! Немного шумит, конечно, есть какое-то жужжание. Пускай они не говорят, что там бесшумное, оно жужжит. Жужжит! Я слышу. Но есть альтернатива. Давайте покажу. Отключаем смартфон. Итак, если вы извращенец, который любит портретную ориентацию для видео, да и вообще вертикальные видео, то можно просто повернуть вот это крепление. Сейчас. Опа. Ой, что-то не поворачивается. А, не поворачивается, надо вынуть смартфон. А, вот так вот. Боже мой, как все сложно. Хотел выпендриться, не получилось. Отбалансировать и запустить. Я не хочу балансировать, не хочу перепроверять. Я просто показываю. И какая-то ерунда выходит. Блэээ. Я ждал стабилизатор для смартфона. А они привезли мне укулеле. Да ничего, совсем укулеле. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»